Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Книга, и вы смотрите новости Ленинского городского округа. Сегодня в выпуске вы увидите. В Витовской клинической больнице исполнилось 60 лет. Хочется каждому из вас пожелать огромных успехов в дальнейшей работе. В Ленинском округе продолжается реализация программы капитального ремонта многоквартирных домов. Работники, они практически выполняют работу реставратора. В Богородице Рождественском храме деревни Тарычева прошла божественная литургия. Благословенная служба была, очень большая благодать. В Витовской клинической больнице исполнилось 60 лет. В честь круглой даты состоялось торжественное мероприятие. Глава Ленинского городского округа Станислав Катаров вместе с почетными гостями поздравил с юбилеем работников медицинского учреждения. Все подробности в сюжете нашего корреспондента Юлии Стаферовой. Вот уже 60 лет сотрудники Витовской клинической больницы стоят на страже здоровья не только жителей нашего муниципалитета, но и из других регионов России и даже из зарубежья. На протяжении 60 лет своим трудом они вносят огромный вклад в развитие клинической практики. Медики ежедневно спасают жизнь и здоровье десяткам тысяч пациентов. По этому случаю глава Ленинского городского округа Станислав Катаров лично поздравил персонал больницы. Хочется каждому из вас пожелать огромных успехов в дальнейшей работе, сказать о том, что вы большие молодцы, мы вас очень ценим, любим, знаем, что в любой сложный момент мы сможем каждый из нас к вам обратиться, и вы поможете. И когда жители в этом уверены, уверены в том, что все будет хорошо, когда они обращаются к нашим врачам, это стоит очень дорогого, это чувство уверенности в завтрашнем дне. Торжественное мероприятие посетила заместитель министра здравоохранения Московской области Елена Штукина. Она передала поздравления от министра здравоохранения Подмосковья Алексея Сапанюка и первого заместителя председателя правительства области Людмилы Балатаевой. Я вам желаю дальнейших успехов. Я вам желаю испытывать то чувство, когда ваша работа – это ваш второй дом. Что ваш коллектив – это ваша вторая семья. Не терять в себе вот это вот стремление помогать людям – это дорогого стоит. Сохранить в себе на протяжении всей своей профессиональной деятельности такие качества. С праздником! Руководитель Управления Федеральной службы государственной статистики по Москве и Подмосковью Леонид Калимуллин также выступил со своими пожеланиями. Желаю вам, вашим детям здоровья, благополучия и большого счастья вам. Спасибо! Евгения Петровская работает в Видновской клинической больнице 35 лет. Сейчас она занимает должность заведующей кабинетом трансфузиологии. Профессию медика выбрала еще в детстве, потому что всегда хотела помогать людям. Настроение очень праздничное, торжественное. Такие моменты, они заставляют в душе что-то перевернуться и оценить важность прожитых лет. Потому что обычно мы об этом не думаем. Во врачебной амбулатории поселка Володарского вот уже 51 год трудится Антонина Тугалукова. В настоящее время она работает медицинской сестрой в физиотерапевтическом кабинете. Мне нравится лечить людей. И приходят вот уже ко мне дети, которые уже своих детей имеют. Все здоровые, все хорошие, все благодарные. Именно такие люди создают крепкий фундамент для новых поколений медицинских работников и являются достойным примером высокого профессионализма. Юлия Стоферова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Видновский перинатальный центр с рабочим визитом посетил руководитель Управления Федеральной службы государственной статистики по Москве и Московской области Леонид Калемулин. Его сопровождали глава Ленинского городского округа Станислав Катаров и наша съемочная группа. О цели визита расскажет Максим Козлов. Экскурсию по Видновскому перинатальному центру для высоких гостей проводит главный врач учреждения Тамара Белоусова. Сегодня вместе с главой Ленинского городского округа Станиславом Катаровым центр посетил руководитель Управления Федеральной службы государственной статистики по Москве и Московской области Леонид Калемулин. Внимание региональных властей к демографической политике в муниципалитете не случайно. Городской округ очень быстро развивается, растет. Мы проводили перепись населения и за 11 лет с 2010 по 2021 год городской округ вырылся на 200%. Это один из лидирующих показателей не просто в Московской области, но и вообще во всей России. В Московскую область руководство городского округа предлагает все усилия для того, чтобы качество жизни населения на территории было прекрасным, для того, чтобы люди из других регионов нашей страны приезжали, находили здесь свое счастье. Тамара Белоусов рассказала, что в перинатальном центре широко применяются собственные уникальные технологии. Зарегистрированы 4 патента, методики которых позволяют успешно проводить органосохраняющие операции. Главная специализация центра – помощь недоношенным и наврожденным с патологиями. Реанимационная помощь оказывается прямо на месте, в блоке или в операционной. Туда катится эта штука. Транспортный кинез, здесь все и аппараты подключаются, переключаются. Там стабилизируют на месте, потом переводят сюда. Несмотря на общую позитивную атмосферу встречи, Тамара Белоусова поделилась и рядом накопившихся вопросов, с которыми сталкиваются врачи перинатального центра. Год от года нагрузка на учреждения растет, а площадей не хватает. Выходом из положения стало бы строительство нового корпуса. И эту идею поддерживает глава муниципалитета. С главврачом Видновского перинатального центра мы все время на связи. Работаем над тем, чтобы в нашем муниципалитете появился дополнительный корпус. Для нас это действительно сейчас очень важно. Будем обращаться, конечно же, и в правительство Московской области. Таким коллективам, как Тамара Николаевна и ее коллеги, хочется эти возможности, конечно же, всегда давать, чтобы они еще больше радовали наших жителей. А повода для радости врачи перинатального центра не устают добавлять. За все время существования родильного дома с 1986 года здесь родилось более 129 тысяч малышей, в том числе в перинатальном центре с 2013 года более 68 тысяч. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. В Ленинском округе продолжается реализация программы капитального ремонта многоквартирных домов. Депутат Московской областной думы Владимир Жук совместно с победителями предварительного голосования партии «Единая Россия» оценил, как идут работы по реставрации фасадов зданий на школьной улице. На школьной улице работы по ремонту фасадов идут полным ходом. Депутат Московской областной думы Владимир Жук приехал, видно, с рабочим визитом, чтобы проконтролировать, как проходит реставрация. Встреча с подрядчиком началась с отчета о проделанной работе. Там, где капитальный ремонт фасада, при капитальном ремонте фасада захватывается, то есть ремонтируется отмостка, меняются входные группы, то есть это замена входной металлической двери. Если окна стоят еще с построек дома деревянные, то при капитальном ремонте фасада меняются деревянные оконные блоки на пластиковые стеклопакеты. Вместе с народным избранником в качестве работ убедилась депутат Совета депутатов Ленинского городского округа Татьяна Ершова. Она обратилась к жителям с вопросом о замене устаревших оконных рам. Не несут свои функции, не открываются, не закрываются, вы меняете. На вопрос ответила председатель дома 21 по улице Школьная. Жительница отмечает, все работы производятся своевременно, а замена неисправных окон производится быстро и качественно. У нас новые пластиковые окна в подъезде, и все закрывается, и если какая-то нужда подкрутить, у нас приходит быстро следствие, все делает, и заявка. Здесь вопросов нет. Исторический центр города Видное является объектом культурного наследия регионального значения. Фасады домов – это исторический облик, поэтому к работе с ними Владимир Жук попросил отнестись особенно внимательно. Работники, они практически выполняют работу реставраторов, то есть прямо кисточками выводят все швы, то есть здесь сразу видно, как было такой старый фасад и как стало. Новый, обеленный. Но, конечно, я думаю, что, наверное, так он выглядел много-много лет назад, когда его только-только сделали. Владимир Жук и дальше будет продолжать контролировать ход ремонтных работ в исторической части города. Инга Инчук, Евгений Бех, Ольга Садовская, Видное ТВ. Ленинская станция по борьбе с болезнями животных информирует. В целях профилактики бешенства до 14 июля 2024 года запланирована вакцинация диких плотоядных животных. Раскладка вакцины будет производиться на территории лесного фонда Московской области. Вакцина представляет собой брикет, изготовленный из продуктов съедобных для плотоядных животных и заключенную в него капсулу с вакциной. Вакцина вызывает формирование иммунитета к вирусу бешенства и лечебными свойствами не обладает. Несмотря на то, что вакцина безвредна, не рекомендуется трогать ее и тем более подбирать брикеты в случае их обнаружения. Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Ленинскому городскому округу задержан 23-летний житель Омска, подозреваемый в попытке сбыта наркотических средств. В ходе патрулирования территории полицейскими для проверки документов был остановлен гражданин, который заметно нервничал, вел себя подозрительно и имел признаки наркотического опьянения. Мужчина предложил сотрудникам полиции проследовать до места своего временного проживания, где находился документ, удостоверяющий личность. Прибыв по адресу в квартире задержанного, полицейские почувствовали резкий запах химических веществ. На вопрос полицейских о наличии в жилище запрещенных веществ мужчина ответил положительно. На место происшествия была вызвана следственная оперативная группа. В ходе осмотра помещения стражами порядка были обнаружены и изъяты контейнеры, и пакеты с таблетками с веществом зеленого цвета и порошком, а также электронные весы и четыре рулона упаковочного материала. Согласно заключению эксперта, экспертно-криминалистического центра, содержимое одного из изъятых пакетов содержит в своем составе наркотическое средство «Мефедрон» массой около ста граммов. Задержанный пояснил, что под руководством куратора ему необходимо было забирать из тайников различные наркотики, фасовать и распространять их путем закладок. Приблизительно делаете в лесу, в подъездах. Вау разную. Следователем Следственного управления ОМВД в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Видновским городским судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В Богородице Рождественском храме деревни Тарычева прошла божественная литургия и торжественный крестный ход в честь иконы Божьей Матери Троиручица. Для Богородицы Рождественского храма деревни Тарычева празднование в честь иконы Троиручицы уже многолетняя традиция. Согласно ей, совершается богослужение и крестный ход вместе с иконой. История этого образа Богородицы тесно связана с жизнью одного из известных святых отцов церкви. Этот древний образ датируется IV веком, когда был преподобный Иоанн Дамаскин, и за клевету ему отсекли руку. И он молился Божьей Матери, очень слезно молился, и он получил исцеление. И в дар исцеления, в знак благодарности к Божьей Матери к иконе, к которой он молился, приложил третью руку. По традиции литургию посетили представители духовенства видновского благочиния и прихожане. В такой празднично-благодатной атмосфере и прошло богослужение. Богословенная служба была, очень большая благодать. Все прихожане приложились к очень почитаемой иконе в этом храме Троиручице. Многие прихожане посещают такие богослужения целыми семьями. Наталья Туманова вместе с мужем и двумя детьми живут недалеко. Они ходят в Богородице Рождественский храм каждое воскресенье и в праздничные дни. Для нашего храма просто я знаю, что эта икона является чудотворной, что она у нас такая исполнительница желаний семей нашего храма. Поэтому мы ее так чтим и любим. Верующие молятся перед ней о даровании и исцелении от всевозможных недугов. Приложиться к иконе можно только в этот праздничный день. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. На сегодня это все новости. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова